Восходит про славянскому вера, славянская вера в болгарском языке, в польском, только небольшое различие вера, вера в чешском. Верой могут обозначаться различные состояния, убеждения, чувства человека. Мы говорим, что верим ближнему, когда принимаем его речь за правду. Верить можно сведениям, поступающим из средств массовой информации. Человека мы называем верующим, если он придерживается религиозных убеждений. Но обратимся к понятиям веры, о котором нам говорит Библия. Впервые понятие вера появляется в Писании Ветхого Завета, повествованием Аврааме. Абраам поверил Господу, и он именил ему это в праведность. Бытие 15 глава. В Писании Нового Завета также часто упоминается о вере правца Абраама, как из уст Иисуса Христа, так и его апостолов. В книге пророка Исаия дважды говорится о вере. «Так говорит Господь Бог, вот я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». 28 глава. «Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». Это высказание имеет такой смысл. «Вы, иудеи, меня, Бога, не считаете верным, надежным, потому что сами неверные, ненадежные». Причем слова «верность» и «надежность» в этой библейской цитате на древнееврейском языке звучат сходно. «В книге пророка Аввакума понятие веры связано с отношением человека с Богом и с законом. Вот душа надменная не успокоится, а праведной своей верой жив будет». Вторая глава. Пророка Аввакума. «В иудаизме, времен земной жизни Иисуса Христа, понятие веры было сформировано в духе высказываний пророка Аввакума и обозначало верность человека закону Божию». В десяти заповедях закона Моисея говорится о любви к Богу от всего сердца, души и всех сил. То есть о полном верении себя в Богу, доверии Ему, но слово «вера» в заповедях не употребляется. В Священном Писании Нового Завета встречается множество высказываний о вере. Можно сказать, что вера – одна из центральных тем Евангелия и посланий апостолов. О вере и неверии часто говорил Господь Иисус Христос. А апостолам Павлам было дано определение веры. Это в послании к евреям, 11 глава. Новозаветное понятие вера, вере связано с ветхозаветным понятием веры, как доверие. Доверие основывается на уверенности в том, куда человек свое доверие полагает, и тем самым рождается постоянность и уверенность, как мы видим на примере Авраама. Авраамово доверие Богу и его обещаниям было всецелым, вплоть до готовности принести в жертву любимого сына, когда это повелевает сделать Господь. Значение греческого слова «пистоио» говорит «верить» неразрывно связано с уверенностью, верностью и доверием. Однако в философских и религиозных трудах эллинских авторов мы видим, что слово «вера» в древнегреческом языке никоим образом не было связано с отношением человека к Богу, но всегда только с отношениями людей между собой. И только в библейской традиции греческое слово «верить» наполнилось новым смыслом, приобрелось существенно другое измерение. В Господе Иисус Христос часто говорил о вере, и в Его учении вера – это целостная связь человека с Богом. По примеру Авраама – полное верение в своей жизни Богу. Бога – безоговорочное доверие Ему. В то же время Господь, призывая людей не принимать на веру всякую весть, любые сведения о Боге, например, ни в коем случае не следует доверять псевдо-мессиям и связываться с ними. Евангелие от Марка, 13 глава. Вера, вера, как доверие Иисусу Христу – основополагающий мотив в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 46. Веру, как доверие обетованием Христа, видим мы в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Вера в Иисуса Христа не является какой-то иной верой, наряду с верой в единого Бога. Вера во Христа – это вера в живого, действующего, исцеляющего единого Бога. «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня». Евангелие от Иоанна, 12 глава. Живая связь с Богом состоит в том, что верующие пребывают в нем, и он пребывает в верующих. Единство Отца и Сына сияет и действует в верующих. То есть верить не означает что-то умом принимать за истину правду, но быть уверенным, познавать всецело, веряться Богу. Вера, как восхищение исцелениями, которые содержал Господь, отвергается им, как неподлинная вера. Эта вера не является личной связью с Богом, доверием и верением всей жизни Ему. Поэтому она ненадежна, приходящая. Люди подчас думают, что поверить можно, только увидев какой-то знак от Бога. Так же думали многие иудеи времен земной жизни Христа. Но на множественных евангельских примерах показывается, что истинная вера не связана с телесным зрением. Уверовать может и слепорожденный. Не верить могут и видящие исцеления. Вера – это духовное видение, не связанное с телесным. Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Послание апостола Павла 2 Коринфянам 4 глава. Иисус Христос – тот, кто открывает духовное зрение, дали способность видеть, учит Евангелие. Чтобы быть верующим, недостаточно только признавать существование Бога. Иудеи, требовавшие распятия Иисуса Христа, не были атеистами. Они отвергали божество Христа, несмотря на Его явную божественную силу. Поэтому они осудили за богохульство. Выдавать себя за Бога не имеет права никакой человек. Поэтому надо было признать Иисуса Христа или Богом, или человеком, который себя за Бога выдает. Евангелие от Марка начинается словами. Начало Евангелия Иисуса Христа – Сына Божия. И далее, в 15 стихе, общественное служение Иисуса Христа начинается так. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Верить в Евангелие – устаревшее выражение. Мы бы по-русски сейчас сказали – веруйте в Евангелие. Господь таким образом призывает людей сойти с ложного пути, повернуть к Богу и веровать в благою вести. Господь Иисус Христос принес не только радостную весть людям, но и сам является содержанием этой вести. Иными словами, Евангелие и есть Иисус Христос – путь истины и жизни. Евангелие Диана, 14 глава. Когда мы пытаемся дать точное определение веры, то сталкиваемся с бедностью, недостаточностью и беспомощностью слов. Слова «чувствовать» могут обозначать множество различных состояний движений ума и настроений, но ни на каком из них не построишь, не выведешь понятия веры. Вера, можно сказать, хоть и является глубочайшим чувством, но очень отличается от всех других чувств человека. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах, а о вкусах не спорят. Если вера только одно среди мимолетних чувств, если она зависит от наших переходящих эмоций, то ты действительно о ней не поспоришь. Но не так обстоит дело с истинной верой. Она не разъединяет, а объединяет людей с Богом. И друг к другу вера наполняет человека любовью, радостью, смыслом. По слову святителя Тихона Задонского, явный знак светильника веры, говорящего в сердце человеческом, есть духовная радость, ощущаемая в сердце, радость о Духе Святом, радость о Боге. Об этой радости говорит в салмах. Сердце мое и плоть мое восторгается к Богу живому. В 83-м салмах. Ибо где вера в Бога, там и любовь к Богу. Где любовь к Богу, там и радость о Боге, что любим, тому и радуемся. Аминь. Аминь. Аминь.